Привет, меня зовут Саша. Прогулка с маленьким Сашей в детский сад занимает у бабушки всего две минуты. Все очень просто. Дошкольное заведение расположено в том же доме, где живет молодая семья, на первом этаже. Еще при строительстве зданий застройщик предусмотрел не только все удобства для жителей, но и прогулочную территорию для детского сада. Это просто очень удобно. В этом же доме, в пятом подъезде, дочка живет. Вот они перед работой. Им удобно и отвезти ребенка, и его забрать. Детский сад в этом доме был изначально спроектирован и приобретен городом на средство национального проекта «Демография». Это не только решило проблему ожидания места, но и увеличило капитализацию самого здания. Все-таки для многих молодых семей очень удобно водить своего ребенка в детский сад не в другой район, и не на соседнюю улицу, а в соседний подъезд. В Самаре сегодня строятся новые дошкольные заведения и ремонтируются старые. Но национальные проекты открывают еще больше возможностей для строительных компаний, чтобы первые этажи новостроек отдавать не под магазины, а под детские сады. Уникальная возможность на сегодняшний момент есть в Самаре. Изначально спроектировать эти помещения, пригодные в дальнейшем по именно санитарным нормам и правилам, в первую очередь, для использования под детский сад. Государство обладает ресурсом приобретения этих помещений, которые будут потом обслуживаться муниципалитетом, но в том числе влиять на качество жизни именно в построенных вами жилых комплексах. Меры поддержки строительного комплекса сегодня обсуждали в городской администрации вместе с застройщиками. Предприятия и отрасли находятся в самых выгодных условиях. Перед Самарой поставлена амбициозная задача. В этом году ввести более 800 тысяч квадратных метров жилья, а уже к 2024 году довести годовой показатель до миллиона. Губернатором Самарской области Дмитриевичем Алзаровым уделяется особое внимание этому направлению. Мы же вам предлагаем площадку здесь регулярную для обсуждения вопросов местного значения, то есть тех вопросов, которые входят в полномочия городского округа Самара. Городские власти готовы оказать содействие по всем вопросам. В Самаре сформированы земельные участки под застройку в лучших районах города, так чтобы строительство было не только выгодным, но и удобным с точки зрения географического расположения. Самое интересное для застройщиков в первую очередь с экономической точки зрения, это 28 территорий Ж4.1, там 278 гектар без малого. Они все у нас отображены в карте правового зонирования. Карта правового зонирования у нас официально размещена на муниципальном геопортале городского округа Самара. А в ближайшее время земель под застройку станет больше за счет расстеления ветхого и аварийного жилья. Этому способствует недавно принятый федеральный закон о реновации жилого фонда. Положения касаются в том числе и исторического центра города. Если соблюдать правила по архитектуре и высотности, новое жилье взамен ветхого строить можно и в границах признанного исторического поселения. Я так думаю, с этим согласятся все, что в исторической части города, наиболее такой реликтовой части нашего городского округа, качество архитектуры должно быть самым высоким. Все вопросы решаемы. Важно, что теперь общение в формате застройщик-администрация станет регулярным. Перед городом стоят колоссальные задачи по вводу жилья. И я надеюсь, что в любом случае мы с этими задачами будем справляться вместе с застройщиками. Наша задача – определить нашу зону ответственности, чем мы можем помочь застройщикам, чтобы как можно больше семей, как можно больше самарцев въезжали в новые квартиры. Следующая встреча состоится уже через неделю. От застройщиков ждут конкретных предложений и пожеланий о том, какие технические и бюрократические препятствия нужно устранить. Олег Зверев, Константин Головин. События.